Новое видео выходит каждый день в 20.00. Вы знаете, всегда очень трудно и сложно признавать свои ошибки, тем более в случаях, когда ты 100% знаешь, что ты неправ, и тебе лучше бы признать свои ошибки и извиниться перед людьми, чтобы их просто-напросто не дезинформировать, а не вводить их в заблуждение, чтобы они из-за тебя не натворили делов. Однако, то есть, признавать свои ошибки, это всегда достаточно сложно, блять, и непонятно вообще, что, зачем, блять, как, так, потому что мы по природе, видимо, хотим быть какими-то, я не знаю, правильными, то есть, никогда не совершающими ошибки и так далее, ведь кто из вас может извиниться в случае, если поймёт, что он неправ, если ему докажут, что он неправ, если он просто сам поймёт, что он неправ, и даже когда я спорю с каким-нибудь своим другом, я уже понимаю 800 раз, что я неправ, однако я отстаиваю уже не свою точку зрения, я отстаиваю себя, то есть, то, что я действительно был прав и так далее, я уже понимаю, что в следующий раз на эту тему я спорить не буду, и вообще это, в принципе, нахуй не нужно, однако, ну, всегда достаточно сложно, ведь чуваки обычно, когда извиняются, они говорят, типа, да, я ошибся, но на моём месте ошибся бы каждый, или, знаете, да, я ошибся, но это же, типа, не так сильно, если вы поверили мне, вот, когда я ошибся, значит, ну, вы долбоёб, значит, вы, вообще, как вы можете кому-то верить, просто чел из интернета и так далее, но вот мне после того вот моего ролика, если вот так вот посмотреть, в реальном времени его посмотрел чё-то около уже, я не знаю, опять бы тут не соврать, блядь, около 90 человек, а человека 2-3 мне уже, наверное, написалось, 90 человек, человека 2-3, блядь, написали мне, что переходит с гугла аутентификатора, блядь, на другой какой-то аутентификатор, потому что я их, блядь, напугал, и именно это заставило меня записать данный видеоролик, для того, чтобы люди просто, блядь, не натворили делов из-за меня, ну, мне, блядь, было бы максимально хуёво, если бы они сейчас зашли в какой-то другой гугла аутентификатор, там бы, блядь, оставили свой аккаунт, и пиздец, то есть их бы ещё как-то взломать могли, потому что то, что я узнал, это настолько было элементарно и просто, что я же даже видел, блядь, эти сообщения, я не придавал им особого значения, спасибо большое миксер Мау, если бы не миксер Мау, я бы, блядь, не знаю, что бы я делал, потому что он в комментариях под предыдущим роликом, под которым я как раз-таки нёс хуйни, он как раз-таки вот написал, что как вообще это всё работает, и что делать, если ты там потерял телефон и так далее, но, блядь, то, что я вот понял, я когда понял, насколько я был, блядь, неправ, я просто охуел, блядь, я подумал, блядь, как вообще такое могло случиться со мной-то нахуй, я же вроде, ну, редко когда ошибаюсь, да практически никогда, а оказывается, что я достаточно часто ошибаюсь, да как любой человек, просто я не всегда могу признать свои ошибки какие-то, потому что я сам их не вижу, и если вот мне не сообщить об моих ошибках, я, блядь, никогда за них не извинюсь, как-то вот не запишу подобный ролик и многое другое, вот, ладно, давайте, в общем, перейдём вообще к теме самого ролика, а дело в том, что я выпустил ролик по типу того, что никогда не ставь Google Аутентификатор, где я рассказывал о том, то есть почему вообще не нужно ставить Google Аутентификатор, если вы не смотрели данный ролик настоятельно, я вам рекомендую его посмотреть, потому что вы рискуете не понять всё, что будет далее в этом ролике, ну, просто вот на полном серьёзе, если вы вот сейчас не посмотрите тот ролик, то этот можете вообще не смотреть, вы просто рискуете не понять, однако, если вы примерно представляете, о чём был тот ролик, то можете, в принципе, его не смотреть, а сразу посмотреть этот, так вот, оказывается, что когда ты привязываешь Google Аутентификатор к самповскому аккаунту на практически любом сервере, ну, не знаю про любой сервер, я конкретно сейчас говорю про адванс, однако, по-моему, на других серверах работает точно так же, так вот, когда ты привязываешь вот Google Аутентификатор, то есть ты всё там, ввёл пробный код, ввёл всё остальное и так далее и том подобное, у тебя в чате высвечивается сообщение о том, что резервный код такой-то, 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 и, кстати, на Аризоне тоже есть вот такой вот резервный код, он у тебя всплывает в чате, и в случае, если ты, допустим, проебал телефон, ещё что-то сделал, то ты просто вводишь этот код, и у тебя всё синхронизируется, все код-пароли подходят к твоему аккаунту, данный код нужно написать на телефон, либо, ой, вернее, не на телефон, на листок, либо к себе в личное сообщение ВКонтакте, либо просто, там, я не знаю, куда-то его записать, там, в ежедневник, ещё куда-то, и хранить как зеницу ока, потому что именно это поможет вам восстановить ваш аккаунт без e-mail и так далее, то есть вы просто вводите этот код, и всё, и все коды синхронизированы, вы можете спокойно играть на серверах проекта Marizona, Roleplay Advance, Roleplay, а также Sump Roleplay и все вот эти вот прочие сервера. И, вы знаете, то есть проблема была настолько лёгкая, она настолько легко решается, и теперь я понимаю, что не нужно, не нужно Google Аутентификатору вот эта вот, понимаете ли, функция, когда ты вводишь, входишь по логину и паролю, лучше, конечно же, чтобы было привязано вот к номеру телефона, поэтому, чуваки, если у вас привязано Google Аутентификатору много разнообразных сервисов, и у них есть резервный код, который вы можете просто так ввести, и всё будет нормально, если у них таковая функция есть, то вспоминайте этот секретный код, либо запрашивайте его ещё раз, что-то наподобие того, и в случае, если вы проебёте свой телефон с Google Аутентификатором, в случае, если вы удалите Google Аутентификатор, вы просто вводите этот код в любое время года, в любой год, в любой день, и он у вас синхронизируется с Sump'ом там и так далее, и это на примере Sump'а, то есть, все остальные сервисы, я не знаю, по-моему, в Яндекс, в сервисах Яндекс там, по-моему, вообще свой какой-то Яключ, я вот насчёт него не знаю, как там всё работает и так далее, но вот в случае, если у вас так будет, то да, однако, у некоторых сервисов, по-моему, вообще нету этого резервного ключа, я могу ошибаться, однако, что-то мне подсказывает, что вот у некоторых сервисов нету резервного ключа, по-моему, вы могли ввести его и синхронизировать все ваши код-пароли и многое другое. В общем, я думаю, что я выговорился, если вы ушли с Google Аутентификатора на другой Аутентификатор из-за меня, я бы хотел принести искреннее извинение, возвращайтесь на Google Аутентификатор, запоминайте резервные коды, вот только как поступать, если у вас, допустим, 50 аккаунтов, которыми привязан Google Аутентификатор, вам что, запоминать 50 кодов? Серьёзно, вам их нужно куда-то записывать и так далее? В общем, ладно, я надеюсь, что вы меня поймёте, вы, блядь, вы можете от меня отписаться за такое, на самом деле, я бы отписался, я просто вам об этом говорю, и, на самом деле, я знаю, как это работает, если бы я об этом умолчал, если бы я об этом не сказал, блядь, ни один бы человек, вот в комментарии под этим роликом, не написал бы, блядь, какой я хуесос, как ты посмел, блядь, у меня там, нахуй, бабка была привязана к Google Аутентификатору, теперь она умерла, всё, смерть спит, блядь, всё. Просто, и, понимаешь, именно вот такие вот комментаторы, которые говорят, блядь, да вот, ты, ты вообще охуел, именно из-за них люди не признают свои ошибки, потому что они боятся осуждения со стороны окружающих, а мне похуй, блядь, осуждайте, мне поебать, ну, в самом деле, мне только, вот, хорошо одно то, что я перед самим собой, понимаете, чист, намного лучше засыпать, зная, что ты сказал правду, чем засыпать, зная, блядь, что ты соврал. Антихайп, блядь. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова